Здравствуйте! Вы смотрите интервью дня. Наша сегодняшняя тема – храп. Мы спим около 30% нашей жизни, и часто качество сна портит храп. Это доставляет неудобства для родственников, но еще может оказаться реальной опасностью для здоровья. О чем следует знать, нам расскажет врач-атариноларинголог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Евгений Тимошенский. Здравствуйте! Добрый день, уважаемые телезрители, ну и интернет-пользователи тоже. Что такое храп? Храп – это такое состояние у человека, когда ночью, когда он спит, он издает дополнительные звуки. Эти звуки иногда бывают до того сильны, что некоторые родственники уходят из места, где спит данный человек. Потому что они не могут уснуть. Вот это и есть храп. Что происходит в носоглотке, когда вот эти звуки издаются? Когда человек спит, у него должны быть какие-то патологические процессы, в результате чего и возникает храп. Это может быть, например, самое простое – нос плохо дышит за счет искривления носовой перегородки или полипов. Или это может быть, допустим, избыточный вес человека, за счет чего корень языка сдвигается к задней стенке глотки, перекрывает дыхательные пути и возникает храп. А даже если отложения жира достаточно большие, возникает не только храп, но и слипопное, то есть остановки дыхания во сне. И это могут быть какие-то анатомические строения нижней челюсти. Когда нижняя челюсть, допустим, гораздо меньше, чем у других людей, за счет этого дыхательные пути гораздо уже. И все это может вызывать храп. Какой механизм у храпа? То есть, вот мы, получается, задерживаем дыхание, у нас не поступает кислород. Вообще, как вот это происходит? Ну, смотрите, здесь как бы два таких больших механизма. Первый – это когда человек издает звуки, так называемую трель храпа. Для жизни это, в общем-то, абсолютно безопасно, потому что трель храпа – это толчкообразное прохождение воздуха через дыхательные пути. И, скажем так, дребезжание отдельных частей тела человека. Например, язычка, мягкого неба, корня языка. Здесь гораздо все сложнее. Просто храп, он приводит только к одному – тому, что горло пересыхает. Человек утром, как будто у него кошки ночевали в горле, он вынужден прополаскивать горло. Горло у него воспаляется, достаточно длительное время болит. Но ведь есть же еще более серьезная, более глубокая стадия храпа. Это когда возникают остановки дыхания. И вот во время остановок дыхания и происходят все основные патологические процессы. В частности, резко повышается давление. У человека может подскочить в это время, когда остановилось дыхание, ведь люди могут не дышать до минуты, полутора минут. Поднимается давление до 200 единиц. И у людей, склонных к инсультам и инфарктам, может произойти вот эта непоправимая катастрофа. То есть либо инсульт, либо инфаркт. Вот почему храп и остановки дыхания опасны и с медицинской точки зрения. А вот как понять, опасен ли именно твой храп вообще для здоровья или нет? То есть некоторые люди же всю жизнь храпят и ничего? Правильно. Если они только храпят, ну, особо для других это не опасно. Хотя, с другой стороны, представьте, если какой-то молодой человек поехал куда-нибудь на север, живет в общежитии, бригада, работает, и человек среди них храпит, это ему будет тяжело. Он может и не выспаться, будут выгонять его. А ему же работать нужно. Так что из социальной точки зрения храп, конечно, это не очень хорошо. Или, например, жена обижается, уходит в другую комнату, это же тоже плохо. Да, конечно. Поэтому это, и даже просто трель храпа без остановок дыхания тоже очень важно. Но, тем не менее, я вот о том, что могут какие-то последствия непоправимые уже быть. А могут и нет. Да, может не быть. Ну, вот если глубоко зашедшие стадии храпа, когда человек сильно храпит, тогда могут быть как раз большие проблемы. Как узнать, храпит человек, не храпит? Ну, конечно, могут помочь родственники записать все на видео. А второй вариант. Есть же медицинские исследования. У нас есть специальные сомнологические кабинеты, в которых проводят исследования, сколько раз человек храпел за ночь, сколько раз у него были остановки дыхания, как долго это было, какое в это время было давление, пульс и все остальное. И это объективная картина, которая помогает решить, стоит ли ему срочно что-то делать. Или, может быть, стоит пока еще подождать. Но лучше на всякий случай для профилактики обследоваться, да? Да, есть сомнологические кабинеты. Кстати, и в Барнауле есть, и в других городах нашей страны. Теперь, что сделать храпом? Ну, храп – самый простой способ, даже не лечение, а исчезновение храпа. Это резкое уменьшение веса тела человека. Когда человек худеет, у него уходит жир из всех частей тела, в том числе из глотки, соответственно, храп и остановки дыхания значительно уменьшаются. Второй вариант. Если, допустим, это ребенок, и у него тоже есть храп, и он вроде даже худенький. Но ведь есть же проблемы, которые вызывают храп у детей. Например, большие аденоиды и большие миндальные. И вот эти большие аденоиды и миндальные, если подрезать до нормальных размеров, храп у ребенка исчезает, и ребенку становится гораздо легче спать. Ну, а третий вариант. Если у человека есть огромные полипы в носу и нос полностью закрыты, естественно, он будет дышать ртом и храпеть. И если убрать эти полипы или выпрямить носовую перегородку, то он начнет свободно дышать, и зачастую храп исчезает. Ну, и самый последний вариант. Если сделать определенную пластику мягкого неба, корня языка, то можно добиться, чтобы храпа у человека не было. То есть все в наших руках. То есть все это можно устранить и восстановить, чтобы человеку было легче жить. А насколько распространено вообще это явление? То есть, может быть, есть какая-то статистика? Ну, у нас не считается храп болезнью. Поэтому статистика особо не ведется. Но у нас есть, например, в центральных клиниках Москвы даже целое отделение, которое занимается проблемами храпа. И именно храп, остановка дыхания, то есть слипопное, там поставлено, в общем-то, на высоком уровне. Там полностью проводится обследование и проводится лечение. Есть еще один способ. Если вы храпите, ну, никому не мешаете. Просто не высыпайтесь. Ведь многие люди не высыпаются за счет того, что бесконечно просыпаются. А какой механизм просыпания? За счет высокого давления, за счет того, что дыхание остановилось, организм посылает сигнал «проснись». Человек просыпается. И, подпрыгнув, проснувшись, он начинает дышать, засыпает, снова начинает храпеть, снова появляется остановка дыхания, он снова просыпается. И ведь некоторые люди так за ночь могут просыпаться по 20, 30, 40 раз. Естественно, он не высыпается. Тогда он начинает спать днем. А днем у него работает. Это тяжело. И вот один из способов лечения, когда человек не хочет снижать вес, когда не хочет делать операции, это так называемая СИПАП-терапия. Когда подключается специальный аппарат, через который он дышит ночью, пусть храп и не исчезает, ну, хотя бы он может выспаться за счет искусственной подачи кислорода и воздуха в дыхательные пути. Давайте немножко поподробнее вот об этом. Если 8 часов человек спит, и у него там сколько примерно, может, остановок дыхания случаться, сколько времени он рискует потерять? Ну, представьте, он 40 раз проснулся, каждый раз засыпал еще 2-3 минуты. Ну, вот умножьте. То есть он может, ну, часа 3 из 8 не спать. А каждый раз он засыпает, просыпается, подскакивает давление, снижается давление. Но это же очень тяжело для организма. Выработка адреналина, чтобы человек проснулся. И наоборот, успокоение человека. Человек же не может заснуть мгновенно. Поэтому, к сожалению, не высыпается, потому что он из 8 часов, допустим, только 5 спит или 4. Ну, вот грозит как раз тем, да, что может просто вырубаться, можно сказать, днем человек. Ну, представьте, это водитель-дальнобойщик. Он едет, едет, едет и уснул. Это же чем грозит? Очень многими проблемами. А если это водитель автобуса, это еще сложнее. Ну, вот, к примеру, у телезрителей есть такая проблема, да. Что за аппарат? Можно ли его там как-то на дом брать или как-то покупать? Ну, СИПАП-терапия — это... Мы не сторонники этого аппарата, потому что это громоздкое устройство, большой ящик, от него идут трубки к тебе, к лицу, ты одеваешь специальную маску, в этой маске всю ночь спишь, спишь в определенном положении, ты уже перевернуться сюда-сюда не можешь. Ну, да, в каком-то смысле, чтобы высыпаться — это помощь. Ну, гораздо проще, гораздо проще. Либо похудеть, либо сделать определенные операции, которые устранят храп, и человек будет спать нормально. Хорошо. На мой взгляд, проще. Может быть, с точки зрения телезрителей, может быть, это более сложный вариант. Ну, то есть, есть, действительно, практические советы, они помогают. То есть, вот, снижение веса и прочее-прочее. То есть, рекомендуем всем зрителям, если вдруг. Самое простейшее снижение веса. Кто-то у нас из Балерин говорил, рот на замочек и побольше физических упражнений. Так ведь? Да. Ну, вот. Это один из способов. Но самое сложное — бороться с самим собой. Хорошо. Спасибо, что нас посетили. А я напоминаю, вы смотрите телеканал «Катунь-24». До встречи в эфирах.